Рад приветствовать Санкт-Петербургский Русский Национальный Фронт, мы прибыли из Москвы, это довольно большой делегации, 10 человек. Рад приветствовать старатиков Великой России, Санкт-Петербург, Калининград, Новый Кузнец, Воронеж, редко встречаемся. Я впервые в вашем городе, я впечатлен, мы их гуляли, спасибо Степану, организованное предприятие. Первое, что вижу, все мы видим, это до недавнего времени, будем надеяться, это неспособность к самообъединению, концентрация в нужный момент, такое одеяло на тысячу человек. Размышляя на эту тему, у меня, как в голове, несколько факторов, что-то этому способствует. В первую очередь, неспособность поступиться своим ради общего дела, это еще и такой фактор из жизненного примера. Взял когда-то у кого-то бабосов, захотел прийти к нам на коротком поводке, зависим полностью. Были такие случаи, есть такие случаи. Еще есть такой отрицательный фактор положительного явления нашего русского генетического интеллекта, когда у каждого второго ткни профессор, у каждого ткни личность. И как бы с высоты своей, как сложно людям действительно идти. В этом смысле русский национальный фронт, который был зачат у нас год назад. А дальше, может, попробуем. В принципе, документы простые. Это декларация, учредительная декларация. Это принципы деятельности РФ, максимум свободы. Если ты поддерживаешь вот эти 12 принципов, которые, в принципе, не вызывают противоречий у любого нормального человека, если у него голова не забита западными ценностями, развлекалок, если возможно. Хотелось бы несколько деталей по этому поводу. Во-первых, свобода свободы, но мы должны какую-то иметь связь. Мы должны как-то координироваться в определенный момент. В связи с этим у нас предложение было такое, Владимир Иванович предлагал недавно. Допустим, вот сайты, да, Петербургский, Московский, еще где будет РНФ открываться, обязательно должны иметь такие активные окна, где все заявившиеся или подписавшиеся под декларацию организации выкладывать свои контактные данные, чтобы человек, допустим, в Челябинске, его там записали в РНФ, он там сам записался, а раз выходит на московский или сентябурский сайт, смотрит, а Челябинского там и нет. Значит, это что, провокатор? Это часть безопасности нашей. Поэтому обязательно, кто в каком регионе открывается отделение РНФ, обязательно об этом надо высылать в наши центральные структуры РНФ уведомления. Просто свободное уведомление, чтобы мы о вас знали и чтобы вы знали о том, кто еще есть. И, значит, это и декларация, и эти принципы деятельности. Вот у нас там коридорики, у нас в группе ВКонтакте, можно в документах взять, скачать. Сейчас я распечатываюсь, кому надо. Что такое? Подальше, мне кажется, может подальше. Наверное, подальше. Вот. Можете прийти, я дам, почитать. Еще одна проблема, какая влияет на нашу деятельность, это давление вторых и третьих сил. Это где-то подмять под себя, где-то внедриться, перенаправить, разобщить. Это все технологии нам известны еще с советских времен. Спецслужбы работают, правда, по-хамски, с отливательствами, оправданий никогда не может быть. Такое ощущение, что у них, наверное, у всех там квартиру в Мондоне. Не собираются там старо-спроводить в этой стране, что ли. Но все-таки главная проблема русского национализма – это на массовом уровне невозможность, нежелание познать свое национальное «я». На фоне вот этой проблемы меркнут все остальные факторы, которые, в принципе, звучали, можно еще озвучить, но на этом закончим. Что может служить оправданием в наш век информационной доступности, даже при наличии такого большого, там, мусора, информационного, там, давления из дни, что может служить людям оправданием о том, что они не могут самостоятельно разбудить свое самосознание. Почему у нас здесь там столько стоит, 150 человек, а не 150 тысяч? Никакого оправдания этого не может, но это не повод для нас, чтобы опускать руки. Любой пикет, любое действие, любой митинг, путешествие – это и есть как раз то действие, которое будет и влияет на людей. И мы, например, знаем, насколько меняется к русскому национализму отношение среди массы. Уже никто не воротит, никто не кричит нам вслед фашистам. Даже если я буду в черной форме, она у меня есть, она есть у нас все-таки. Никто уже на черную форму не бьется, как это было четыре года назад. Четыре года назад даже люди с двумя вышли на образование, их контракт хватало, фашисты вот вышли. Сейчас не надо ничего объяснять, мы и в то время ничего не объясняли. Мы просто работали, делали свои дела рядом с Андреем Николаевичем, каждый в меру своих сил. Актив у нас уже сплоченный, проведенный в боях. Поэтому ничего, ничего не у нас не проходит зря. Нельзя отпускать руки и говорить там, вот, митинг. Как Андрей Николаевич говорит, да, там, приходит один, говорит, да я на берегата, а что ваши митинги? Да ты на митинг не можешь прийти, да, ты говоришь о бригадах. Ты хоть прийди в одиночный пикет с вами там рядом, да, постой 15 минут, но у тебя коленки задорожают от страха, если полицейский подойдет и паспорт спросит. В каких бригадах, в бригадах ты там можешь говорить лечь? Потом, рано или поздно, вот эти вот левацкие симпатии среди наших народов все-таки сменятся с пониманием важности своего национального я. Рано или поздно вот это вот столетнее поражение, искание идеального общества для себя вот это влево, в повороте, на самом деле окажется в праве, в повороте вправо. И в нашем полковом в этот момент так прибудет, прибудет в таких масштабах. Это случится обязательно, и поэтому я здесь хочу озвучить четвертую проблему русского национализма. Это проблема будущих факторов, будущих проблем русского национализма. И это сейчас нужно озвучить и поставить здесь конкретные точки в этих вопросах. Потому что на горле вода это испытание, но медные трубы посерьезнее. В этом контексте, когда на нас свалится большая ответственность организаций, налаживание строительства, именно в первых шагах, вот с учетом опыта юборщиков, либералов, насколько они антагидистичны нам, надо четко понимать, что ни украинские страны в России ни в коем случае не должно случиться. Это то бишь передел собственности, придут те же самые олигарты с другими фамилиями, и ничего толку, кроме разрухи, ничего не получится. Также большевистские страны нам не приедут. Страны под корень строятся с нуля. Во-первых, это физически не получится, потому что большевики строили на том очень высококачественном, высокоразвитом материале оставшейся царской России. И победу во время войны целиком и полностью заслуга тех поколений, 40-летних людей, 30-40-50-летних людей. Поэтому, исходя из этого, значит, запонзавел, зазнался по шеям, к шею и близко не подходили. Заслужительство, иные преступления, голову сплечь. Вот такие точки надо обозначить. Позорит наш путь, наших отцов, и кому не будет позорено. Мы русские, и за нами Бог. Спасибо за внимание.